Актуальные проблемы экологической безопасности водных ресурсов обсуждались сегодня в Казани. Здесь состоялось заседание круглого стола Волжской природоохранной прокуратуры. Участие в нем принял и глава Чуваши. За круглым столом в Казанской ратуши собрались представители 15 регионов, которые входят в состав Волжского бассейна. Проблемы у субъектов схожие. В реки поступают неочищенные источные воды. По-прежнему вызывает беспокойство эрозия почвы. Не в полной мере решены задачи утилизации отходов производства и потребления, в том числе бесхозяйных сибироязвенных скотомогильников. В ходе прокурорских проверок выявлены многочисленные факты незаконного строительства, приватизации земель, расположенных в пределах и береговой полосе водных объектов. Волжской природоохранной прокуратуре создали подробную интерактивную карту объектов, негативно влияющих на окружающую среду. В этот список попало порядка 20 тысяч предприятий. Некоторые организации утилизируют отходы прямо в границах водоохранных зон. Их руководителей привлекают к ответственности. Хотя, отметили за круглым столом, не во всех регионах налажен должный контроль за соблюдением экологической обстановки. Участники совещания выработали конкретные рекомендации по решению существующих проблем. Необходимо реконструировать ливневые канализации, создавать систему очистки сточных вод и проводить берегоукрепительные работы. Мы реконструкцию ведем комплексно биологических очистных сооружений, куда сбрасываются воды сточные с города Чебоксары, с Новочебоксарска. Миллиарды рублей на это выделили. По ливневым стокам есть проблема, потому что города строили в советское время и не рассчитывали. Они сегодня не обеспечивают после ливневых дождей. На сегодняшний день, приурлачивая все эти мероприятия к проведению юбилейных дат в данном случае города Чебоксары, мы участвуем в государственной программе и перспективе этого вопроса тоже будем разрешать. В Федеральном агентстве водных ресурсов отмечают, что на первый план сейчас выходят и вопросы поднятия Чебоксарской ГЭС. Для реализации этого проекта республика сделала все. Комплексный подход на сегодняшний день есть, имеется на уровне федерального центра. Межведомственное взаимодействие есть, и мой коллега Ивановской области, допустим, предложил, чтобы на уровне правительства Российской Федерации было соответствующее агентство или служба, который бы координировал все региональные власти и все муниципальные власти, для того, чтобы скоординировать все наши действия. Глеб Бритвин, Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов, Республика.